Война в Донбассе не закончится никогда? Как по логике Зеленского и его окружения украинским СМИ надлежит освещать конфликт на Юго-Востоке? Какую новую ложь о ситуации в Донецке и Луганске теперь будет транслировать киевская пропаганда? Бывший депутат Верховной Рады Украины Алексей Журавко обнародовал секретный документ из администрации действующего президента. Подробности только в открытом эфире. Это программа «Открытый эфир» на телеканале «Звезда» и мы продолжаем. Это войны боятся. Народный депутат Украины, вы наверняка его знаете, это еще пятого-шестого созыва Алексей Журавко. Конечно. Он уверен в следующем. Война в Донбассе, вы про Донбасс говорите, продолжится. Он обнародовал один секретный документ из офиса Зеленского. Некоторые тезисы для журналистов. Например, один из пунктов. Населению, я цитирую, неоккупированных районов, именно неоккупированных, в Донецкой и Луганской областей, которые остались в составе Украины, повезло. На неподконтрольных территориях господствует беззаконие, преступность, нарушение прав человека, носят массовый характер. Договариваться там не с кем, не с кем вообще. Предоставлять местным незаконным лидерам законный статус в украинском правовом поле недопустимо. Или Донбасс будет деоккупированным, а они утверждают, что есть оккупация, на украинских условиях. Или мирный процесс будет заморожен. Вот и все. Алексей Журавка с нами на связи. Алексей, здравствуйте. Вам аплодисменты. Как вам попал этот документ, по сути же секретный, не для публичного пользования? Ну, во-первых, я не могу в своем источнике говорить по соображению безопасности людей, но стараюсь максимально информировать общество о том, что происходит в Украине, и как же все-таки обманывать Донбасс. То есть это ваш надежный источник, которому вы доверяете? Да, я этому источнику... Вас очень плохо слышно. К микрофону, пожалуйста, поближе, Алексей. И перепроверяю эту информацию, потому что эти темники были направлены по другим областям. Вот все-таки, я так понимаю, ситуация эта вернулась к тому, с чего все начиналось, да? То есть в Донбассе все преступники, на этом точка. Да, фактически это так и есть, и они никогда не считали людей Донбасса за людей. Ну, то есть договариваться не с кем, и, собственно, Минские соглашения мы подписали, конечно, но мы и не собирались их подписывать, потому что изначально знали, что подписать невозможно. У них дело в том, что есть кураторы, которые ставят задачи, и их не интересует мир на Донбассе, их не интересует на сегодняшний день, чтобы страна пришла в успокоение, как говорится. Алексей, ну вот смотрите, что такое Донбасс, да? Это же не земля в прямом смысле, это люди на земле, правильно? Но если говорят из Киева, что там людей нет, и нет с кем разговаривать, то что они вообще собираются делать, и, собственно, куда они собираются девать людей Донбасса? Ну, дело в том, что все ясно и популярно расписано, как говорится. Им надо оставить выжженное поле. Все. Их люди не интересуют. Фактически они действуют и работают, будем говорить так, по калькам Соединенных Штатов Америки. Алексей, а как они это выжженное поле собираются оставлять? Что, танками пойдут? Ну, будет им новый котел. Дальше что? Ну, вот когда они еще раз получат по зубам, как говорится, и поймут, что больше играть с Донбассом нельзя, я думаю, все это и остановят. Понятно. Спасибо. Алексей Журавков, ваши аплодисменты.